Подготовка к праздникам, суета и приятные хлопоты. А ульяновские молодые мамы получают самые дорогие в жизни подарки. Эльза Носкова родила первенца, долгожданную дочку за несколько дней до Нового года. Крепкая, здоровая девочка весит более 4 килограммов. Её назвали Аделиной. Эльза родила малыша в областном перинатальном центре. Условия очень хорошие, персонал очень вежливый. Они всегда отвечают на вопросы, которые возникали во время всего этого местонахождения здесь. В принципе, всё очень хорошо, всё очень понравилось. А что делать, если малыш решит родиться прямо в новогоднюю ночь? Специалисты родильного дома советуют мамам не волноваться и спокойно готовиться к праздникам. Ведь бригады акушеров и врачей будут готовы к встрече маленьких ульяновцев на протяжении всех праздников. Если появляются жалобы на схватки, если что-то беспокоит, какое-то изменение самочувствия, вы можете в любое время обратиться в родильный дом, вас осмотрят, дадут рекомендации или госпитализируют. Если малыш родился раньше срока, о нём позаботятся специалисты отделения патологии новорождённых. Работают у нас в отделении врачи-неонатологи. И плюс у нас работают врачи-совместители из областной детской больницы. Это доктора, которые смотрят наших детей при необходимости. Это доктора узких специальностей. Врач-кардиолог, врач-офтальмолог, врач-невролог. Врачи этого отделения могут сотворить настоящее чудо. Однажды они спасли девочку, родившуюся на 25-й неделе весом чуть более полкило. Самый маленький ребёнок, который был рождён в нашем перинатальном центре и который не имеет никаких отклонений по состоянию здоровья – это девочка Женя. Она родилась весом 670 грамм. С начала года в регионе родилось 8305 детей. За 11 месяцев уходящего года родилось 4300 мальчиков и 4005 девочек. Об этом сообщили в агентстве ЗАГС Ульяновской области. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Уллправды ТВ.